Есть ли уже понимание, что с Димой, что с Лешей? Точного пока нет. Одного надрыв, буду подозривать на серьезную травму. Посмотрим, завтра будет понятно, гематома сойдет. Немножко будет обследовать. В случае, если вдруг обойдется сюда, и они получат вызов в сборную, будете как-то просить, что сейчас вы не напрягаете? Вы далеко заглядываете. У меня Ахмад в голове и Зенит. Посмотрим. Вы удовлетворены старта? По результату или по игре? Ну и потому, и потому. Последним определенным принципам, которые меня привлекают, удовлетворен. По результату нет. А они уже удовлетворены с принципами? С чем связано? Ну, я порадовался тому, что мы сегодня вышли с Дмио Форвардами играть. Хорошо. Посмотрим, есть много чего надо делать в ближайшее время. 11 матчей в Чемпионате России не проигрывали. Воронин, вещество мотивов, как поражение от «Спартака». Ну, это время вообще вот этой серии. Не считаю очки, то, что позади, вперед. Смотреть, я бы не так. Меня больше волнует построение определенной модели игры. И мне, конечно, марка здесь следует тем принципам, которые мы с ним на берегу обговаривали. Видите, что тренер уже адаптировался к российскому футболу, понял, что это локомотив, уже понял все эти процессы. Тренер приезжал сюда, хорошо себе представляет, что это российский футбол. Официально подтверждались контакты между главными лицами в локомотиве, главным лицом Атланта и по трансферу Мельчука. Ребят, ну вы знаете, что... Ну, просто хотя бы... Будет трансфер, скажу. Ну, там, уже ситуация, то есть общение продолжается. Пока трансфера нет, разговаривать не о чем. Ну, не обижайтесь, бизнес. В спокойствии вы провели этот матч, в отличие от тамошних, успели немножко опять разгрузиться, потому что психологически... Что вы имеете в виду? Болитчики локомотивы сегодня не прессовали вас. Понятно, что вы всегда говорите, что они не обращаются. Ребят, честно, я не кокетничаю, я серьезно говорю, что меня... Тут тоже еще, знаете, как после встречи с болельщиками, родилось впечатление, что я сказал, что болельщики нам не нужны неправильно. Это меня неправильно любые столковали, ибо я неправильно донес идею. Я сказал, что для того, чтобы авторитет болельщиков был высок, от них требуется совершенно другой уровень поддержки команды. Ну, мне кажется, здесь еще есть что улучшать. Но, по крайней мере, мне кажется, сегодня действительно больше ребята поддерживали команду, чем критиковали меня. А критиковать меня, ну, то же самое, что на встрече с болельщиками я говорил. Я знаю позицию болельщиков, руководство РЖД, совет директоров знают позицию болельщиков. Предложил бы вынести критику меня в отдельную строку, а во время игры непосредственно поддерживать команду. Принципиально важен нам, насколько. Если говорить о трансфере, например, РЖД, не в контексте переговоров, а в контексте возможного ухода. Вот сегодня он сломался, да? О, это очень хороший вопрос. Да. Можно ли сказать, что команда «Локомотив» с РЖД и без, что две разные команды? Очень серьезная тема для размышлений, конечно. Насколько мы готовы к тому, чтобы РЖД отпускать в трансфере. Не отпускать неправильно, а отпускать тоже, конечно, игра здорово поменялась. Поменялась не так, как хотелось бы. То есть, если отпускать, то с достойной заменой, чтобы человек пришел и... Ну, я бы так не сказал. У нас и у самих там достаточно есть вариантов замены. В середине поля у нас очень много ребят хороших растет. Просто вопрос, когда они раскроются, когда они достигнут уровня Леши, сколько лет для этого понадобится. Ну, это тренерские вопросы, и дальше очень серьезные обсуждения впереди предстоят, для того, чтобы найти оптимальное решение. И для Алексея в том числе. Травма Баринова может повлиять на это размышление? Ну, надо понять, насколько серьезно. Не знаю. Не знаю, не хочу загадывать сейчас ничего. Надо сперва информацию получить, потом уже начать думать, что с этим делать. Ну, конечно, отсутствие Димы сегодня здорово сказалось. Очень здорово сказалось. Вы уже сказали, да, что есть некое неудивство в аренде, и все же Локомотив имел три возможности при счете 1-1, победный. Ну, не победный, а второй гол. Знаете, я очень люблю баскетбол. Соли баскетболистов есть такая, смотри на табло. На табло есть результат. Все, он остался в истории. Это уже десятый вопрос. Можно, слушайте, ну, то же самое. Мы с Уралом давили всю игру, имели абсолютное преимущество, с трудом сыграли в ночью. Поэтому есть результат, все. Он остался в таблице, в сетке. И, конечно, счет нас не устроит. Никакого. Ни главного тренера, ни команды, ни меня. Спасибо большое. Спасибо вам. Хороший вечер. Последний вопрос. Читали вы высказывания господина Скипашина о том, что... Оставлен на его совести. Мне кажется, не совсем объективно. Есть много вопросов по поводу того, что сказал Сергей Вадимович. Мне кажется, что не совсем объективно. Мягко скажу. И... Я бы и яму рядом с Динамо так, как бы, не это самое, рядом не ставил. Вот. Но это чисто на его, как он сказал-то, на его совести, как сказать. Просто господин Скипашин, насколько я понимаю, является членом совета директоров в «Локомотиве». Нет? Нет? Уже нет? Он член совета директоров РЖД. Да, это несколько разные вещи. Все? Ребята Лига Чемпионов. Давайте один вопрос и пустите меня смотреть. Мы тоже хотим, но будем дополнить. Юрий Павлович в прошлый раз, когда отказался от предложения, да, стать почетным тренером, после этого вы с ним как-то контактировали? Может, вы пытались предложить? Юрий Павлович я случайно видел в коридоре, просто поздоровался с ним, если я разошлась на матче с ЦСКА. А медаль передали? Принял он? Ну, так как она назад клуб не вернулась. А будет ли ему предложено, язвя, апонемент? Ребят, хорошо, мне кажется, уже просто это самое. Просто генерите вопросы, не знаем, что спросить. Но вы что-нибудь спросите. Давайте, ну, по-моему. Все, отрезался мамой. Симонян приехал, то есть ветераны, да, там уже разрешили выходить людям пожилого возраста на улицу. Ребят, пожалуйста, посещать футбол. Будут ли в этом случае как раз ее не получены предложенные возможности? Не обсуждали, не думали об этом. Это был один из, не знаю, не думали. Кверквелли за деньги нельзя было продать? Ну, во-первых, мы еще надеемся, что он к нам вернется. Я считаю, что это, кстати, не самый худший вариант, который у нас получился. Соломон сам очень хочет. У нас остался пункт договора, по которому мы можем его вернуть. Я понимаю, что если бы он был в команде, он сидел бы на скамейке просто. Ну, как он и, собственно говоря, после ковидовской паузы сидел. А возможность показать себя и возможность получить практику, она важна. Поэтому посмотрим, докажет им, что... Вот сегодня расставались мы когда-то, как раз говорили о том, что у нас по договору просто осталось. Есть право забрать его назад зимой. Ну да. Или, по сути, зимой вы его забираете, когда полгода у него осталось, он зимой уже переподписаться и уйти бесплатно? Ну, слушайте, Соломон может, конечно. Но для нас Соломон совершенно не... Это человек, который очень много принес локомотив. И много себя отдал в локомотив. Поэтому, если он сможет доказать, что он вернулся, а для этого нужна игровая практика. А здесь бы он ее не имел. Поэтому я вижу резон для того, чтобы отпустить его в рот. История со Смоловым, которая вот время от времени появляется. То там Испания, то сейчас Америка появилась, и Молосы. Есть какая-то с ним договоренность о том, что если будет предложение, вы его отпускаете? Слушайте, я как бы поточнее сказать, тем более с вами разговаривая. Количество ложной информации, которая появляется в медиа... Спасибо за комплимент. Да, да, да. Инспирированные теми или иными обстоятельствами, она настолько далека от действительности. По крайней мере, я вам скажу, отвечу так, что у меня нет ни одного момента думать о том, что у Феди есть какой-то другой вариант, и в том числе, включая его собственные пожелания, кроме как играть в локомотиве. Понял, спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят, хорошего вечера. Всего доброго.